Друзья, это программа Жангако на телеканале Хабар. И сегодня 1 июня мы поздравляем всех детей и родителей с этим праздником. Именно поэтому у нас в гостях сегодня маленькая красавица Жанья Ержан и её хореограф Екатерина Гамидова. Жанья Ержан 4 года. Несмотря на её возраст, в репертуаре девочки три сольных номера. Она участвовала во многих танцевальных состязаниях. Жанья-призёры международного танцевального конкурса «Санкт-Петербург» и победительница международного фестиваля конкурса в Испании. Итак, у нас в студии маленькая очаровательная Жанья Ержан и хореограф, наставница, учитель, жене Екатерина Гамидова. Екатерина, мы рады приветствовать вас этим утром. Жанья Ержан, спасибо, что вы к нам пришли. И мы знаем с Достеном, что вы нас порадуете чуть позже замечательным танцем. Но перед этим я, как мама прежде всего, у меня это самый больной вопрос сейчас стоит. Куда отдать свою дочку на танцы? Как это правильно сделать? В каком возрасте? И какие-то должны быть танцы, чтобы ребёнок достиг таких же выдающихся результатов, которых достигла наша Жанья? Доброе утро всем. Доброе утро еще раз. Нужно спросить прежде всего у ребёнка, чем он любит заниматься. Я вот считаю, что неталантливых детей не бывает. Просто нужно направлять в нужное русло. Кто-то любит петь, кто-то рисовать, кто-то танцевать. Жанья, это как раз-таки она любит танцевать. То есть мама её привела ко мне год назад, в три года, и сказала, что Жанья очень любит танцевать. Это правда. Если вы зайдёте на страничку в Инстаграм, то у неё видео, где она всё время танцует дома. Танцы сначала детские, развивающие, просто для общего развития, чтобы втянуться. Дальше больше. Вот мне интересно, как будущему отцу, как Алена говорит, что она мама, а мне как будущему отцу. А что вообще ребёнку во время занятия танцами даётся сложнее больше всего? Как раз-таки разучивание танца, особенно сольный номер. В таком возрасте с сольным мало кто танцует и выступает. Это был такой эксперимент, который удался. Удался, да, потому что на самом деле тяжело целый час находиться под пристальным вниманием преподавателя, педагога. Всё-таки в группе это общее развитие. Вы бегаете вместе, развиваетесь, танцуете, растягиваетесь. И даже если какое-то замечание, какое-то внимание, это всё равно распределено на всех детей. А здесь конкретно на одного ребёнка. Это тяжело, это нужно привыкать. Мы начинали индивидуальные занятия где-то по полчаса, чтобы она привыкала. Сейчас час пролетает, нам даже не хватает вдвоём. То есть я должна отдать должное жене, потому что она молодец. Она знает, чего хочет. Она хочет танцевать. И я разговариваю с ней как со взрослым. На индивидуальных занятиях уже как бы нету ребёнок. То есть тут уже всё по-взрослому. Потому что это ответственность выступать на сцене одной, чтобы зрителю нравилось. Ну как бы. То есть мы не должны выдавать продукт, который, ну как сказать, какие-то просто детские танцы, которые неинтересны. Всё-таки это ответственность перед зрителями. А давайте спросим Катю, Жене, нравится ли ей выступать больше сольно или всё-таки в группе с друзьями? Скажи, пожалуйста. Одна. Одна? Ты не боришься? Нет. Тебе не страшно? Нет. А почему тебе не нравится выступать в группе? Можно я отвечу? Потому что в группе она занималась совсем мало, больше как бы индивидуально. Но на самом деле и в группе ей нравится выступать. Ну вот просто в её жизни сольное выступление. Женя, скажи, а ты не устаёшь? Потому что репетиции два раза в день, как Катя сказала, я сама, если честно, в шоке. Это не каждый взрослый выдержит, дорогая. Да. Ты не устаёшь? Нет. На самом деле... Очень лаконичная. Женя, несмотря на свой возраст и на то, что... Несмотря на то, насколько времени она занимается танцами, она уже лауреат многих конкурсов и фестивалей. Женя, скажи, пожалуйста, ты, судя по всему, нам сегодня станцуешь танец в японском стиле, судя по наряду. А какой танец тебе самой нравится больше всего? Бабочка. Бабочка? Танец бабочки? Да. Расскажи, что это за танец? Танец бабочки? Это, ну, ну, так танцевать. Ты чувствуешь себя бабочкой, когда его танцуешь? Маша. Что тебе больше всего нравится в этом танце? Может быть, наряд, который ты одеваешь? Потому там весёлая музыка. Музыка, под которой ты танцуешь в этом танце? Скажи, пожалуйста, а ты, когда танцуешь, ты волнуешься обычно? Тебе нравится больше, когда тебя снимают на камеру или когда вокруг зрители? Когда на камеру. На камеру? Ну, когда снимают на камеру, вокруг же нет тех дядей, тёти и детишек, которые тебе аплодируют. Нет. Ну что ж, давайте тогда прервёмся на сюжет наших корреспондентов и посмотрим новости без политики. Мы вернулись в студию к нашей очаровательной гости. Женя, пожалуйста, нам очень интересно. Мы тут как взрослые болтаем, 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 болтаем о танцах, что правильно, что нет. Расскажи, пожалуйста, о себе немножко, о своих достижениях, о своих призах, о своих конкурсах. Где ты завоевала, в какой стране свой самый первый приз? Я за самой улицы Петербург выступала. Заняла там первое место. А потом куда ты поехала? В Испанию. Мне подарили девочки подарки там. Касью, ёлочек, вею. Вообще это довольно-таки затратное получается увлечение, да, потому что шить костюмы оплачивают обычно родители сами, да, поездку на различные конкурсы для детей. Да. Как правило, да. То есть такое красивое увлечение, как танцы, если переходить на какой-то международный уровень и завоевывать призы, для этого нужно иметь какой-то капитал, да, наверное? Да. Все-таки тоже. Нужно иметь капитал. Да, на самом деле неважно, занимаетесь вы сольной или в группе. Ну, я думаю, в любом случае получить такой результат, как получила Женья, я думаю, это огромная гордость для родителей, для бабушек, для дедушек, что и никаких денег не жалко. Ну, я думаю, да. Вы сегодня нам приготовили японский танец, не танец, бабочек, которые так любят Женья. Екатерина, Женья, перед тем, как вы нам продемонстрируете этот замечательный японский танец, который мы с нетерпением с Достеном ждем, хотелось бы попросить вас поздравить всех казахстанцев с Днем защиты детей. Поздравляю всех детей с Днем защиты детей. Я желаю деткам беззаботного детства, счастливого. Конечно же, здоровья. Это самое важное. Спасибо огромное, но нам прям аж не терпится теперь посмотреть на танец. Потому что Женя, мне кажется, уже с нами тут заскучала в студии, и ей не терпится делать то, что у нее получается лучше всего. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Браво! Какая умничка, молодчинка! Теперь я понимаю, за что все эти призы были. Друзья, мы еще раз поздравляем вас с Днем защиты детей. Желаем вам отличного настроения и хорошего дня. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!